Петрозаводская пенсионерка Марфа Егоровна два года хранила инопланетянина в холодильнике. Да, вы не ослышались. Именно с такими заголовками, с рассказами о нашей стране, сегодня вышли многие западные газеты. Иностранные журналисты не перестают удивляться повышенной концентрации НЛО на территории России. Чем вызван такой интерес гуманоидов и, соответственно, западных журналистов к Российской Федерации, выясняла Евгения Воскобойникова. Женя, прошу тебя. Да, спасибо тебе, Никита. Сенсационные находки изначально стало известно от местного карельского сайта. Пенсионерка Марфа Егоровна в течение двух лет хранила в холодильнике труп инопланетянина, который она нашла на месте крушения НЛО, пролетавшего мимо ее дачи. Женщина перевезла существо к себе в квартиру в Петрозаводске и там поместила в холодильник. Что касается разбившегося космолета, то его, по уверению пенсионерки, буквально через пару суток увезли люди в химзащите. Эту историю опубликовали сегодня Daily Mail, Telegraph и даже Tableau Sun. Газеты даже опубликовали прилагающиеся фотографии пришельцев в холодильнике. Но, правда, инопланетянин больше похож на какой-то гибрид рыбы и полусгнившего овоща. Выходит, дело не в том, что в Россию магнитом тянет инопланетян, просто у нас гораздо больше умельцев, которые не жалеют ни сил, ни времени и очень хотят прославиться. Вспомнят даже Кыштымского Алешеньку, инопланетянина, который якобы долгое время жил в одной из российских глубинок. В августе сообщалось также, что в Иркутской области очевидцы якобы сняли пятерых инопланетян. Таким любителям прославиться очень помогает интернет. Например, ютубовский ролик, на котором был запечатлен якобы обнаруженный в снегу пришелец, был просмотрен 700 тысяч раз по всему миру. В итоге оказалось, что это просто два иркутских студента изготовили чучело гуманоида, они слепили его из хлеба и просто обтянули куриной кожей. Никита, я знаю, что у тебя тоже в продолжении есть подобная новость. Да, на самом деле абсолютно серьезно. Сегодня специальный корреспондент телеканала «Дождь» проводил свое расследование и совершил абсолютно необычную находку прямо у нас в офисе. Мы приносим вам извинения за качество видео, которое мы сейчас поставим в эфир, но его информационная ценность позволяет нам пойти на такие допущения. Прошу вас, смотрите внимательно. Как вы видите, это абсолютно необычная находка, такое впечатление, что пришелец свил гнездо. И сейчас я покажу вам, что же нашел мой коллега сегодня в офисе телеканала «Дождь». Это странное тело. Я отойду от него подальше, потому что невообразимый запах идет от этой находки. Как вы видите, тело похоже на гусеницу. Есть некоторая гусечная структура и видны уже следы разложения, особенно в месте, которое предположительно является головой этого существа. Для сохранности мы завернули его сейчас в полиэтиленное. И мы обещаем вам, что телеканал «Дождь» также будет хранить, разумеется, со всеми необходимыми мерами безопасности эту находку. Ну и мы не дадим замолчать историю о еще одном найденном на территории Российской Федерации пришельце.